доброе утро сильно мы как бы сегодня так прыгает тематика от лекции к лекции я у себя уже почувствовал наверно могу работать трал мастером потому что знаю про трал и все попробую сейчас немножечко рассказать вам про то чего можно делать за генетикой эквакультуры чтобы вы себя тоже так же почувствовали что-то вы тоже можете все как я вчера обещал на лекции кто дожил щит до вчерашнего вечера то есть вчера было вчера сегодняшним а сегодня будет о том чего у нас реально пока нет ничего по-хорошему для страны для развития культуры просто как воздух необходимо буду говорить про геномную селекцию культуре как снежный человек все в него знают что он есть на его на самом деле нету или наоборот аквакультура в мире но не буду вдаваться в подробности детали мы понимаем что у нас потихонечку происходит замещение не замещение а дополнение к улову рыбы как бы теми самыми травами и другими орудиями лова к выращиванию то самое что на заре человечества происходило когда у нас охота заменялась на сельское хозяйство на пастбищное животноводство и так далее продукция на этот слайд несколько лет назад как бы не нашел я более свежих покажу чуть другие ну как бы более 60 миллионов лет общей продукции всего значит и если вы посмотрите на карту на google maps например и посмотрите на юг китая юго-восточную азию на побережье вы будете совершенно оформлены как ты гляньте разок разок там все побережье покрыто маленькими кружочками кружочками и квадратиками вот как от берега отходит все все мелководье это садки это садки это выращивание водорослей это выращивание рыбы креветок 95 процентов 90 процентов аквакультуры это сейчас занимает юго-восточная азия почему у нас кстати вчера у меня было такой порыв спросить почему если второе место по добыче артемии у нас занимает китай то почему третье место который занимает россия все равно всю свою артемию продают опять-таки в китай но потому что надо кормить вот эти самые эту аквакультуру которая там со страстной силы растет я не говорю про осетров и говорю про всех остальных осетровые там тоже сестру это вы самое начну это как бы вообще по данным фау улов вообще рыжий и голубой эту культуру мы видим что это как бы если до с 50-х годов это было готово некая тоненькая прослоечка то сейчас такой жирный пласт который перри в на данный момент практически сравнялся с природным головам ну и для примера опять таки чтобы нас было какая такая понимали мы о чем мы говорим я только для лосось и дал пример это вот вылов по данные папка по по странам эту занимаем вполне себе такую треть от того что мы вылавливаем от мирового как бы тихоокеанского вылова да и соответственно если по видам то соответственно у нас как бы но я не переводил не все слайды переводила все считаю что как бы те кто занимается наукой английские должны как бы с ним дружить просто потому как с латынию раньше дружили в средние века но вот соответственно нас в основном это горбов но все все виды горбов и прыгает все остальные более-менее равномерно ну как бы это отдельная песня а это выращивание аквакультурного лосося вот то был лосось дикий тихом океане аквакультурный в начале это норвегии распространили свою технологию несколько разных стран там чили аргентин и так далее помощь не новая зеландия сейчас не помню канада половина по-прежнему выращиваются в фьордах норвегии как если помните сказал глупаковский что если сейчас общая продукция миллион триста норвежского лосося норвежского фьордах вот этих маленькая небольшая как бы территория фьордов то планируется до 5 миллионов соответственно тонн тысяч тонн да наверное то есть это будет сильно превалировать над уловыми почему ночь значит теперь будет разговор о том как это как это возникает почему это такая тенденция в мире и что нам с этим делать если мы посмотрим на продуктивность на как бы на эффективность выращивания различных домашних животных то мы видим что с сороковых годов активно началась селекция началась особенно вот мы знаем этих бройлеров несчастных которые живут клетках и растут как на дрожжах да но и по рогатому скоту и по свиньям идет резкий резкий выход в три раза для бройлеров например эффективности то есть это и то есть сейчас я недавно как бы влезал проблему селекции кур бройлеров это как бы тоже нас проблема в россии на килограмм корма при вес бройлера получается примерно кило триста если они шубавись или очень больше чем чем корма я так слегка сначала обалдел потом понимаю что очень корм то сухой а живая масса не сухая то есть там нет такого нарушения закон сохранения массы энергии но все равно это как бы есть эффективность колоссальная вот а с дикими рыбами мы соответственно видим что там ничего не происходит и в основном атаку культура если мы говорим про без селекции без всего то она будет оставаться на месте а если мы говорим про селекцию берем начинаем аквак культуру думаю на самом деле большинстве случаев видим вот такой вот спад для почти всех видов потому что когда мы что-то вводим аквак культуру мы вводим это нормальную генетически разнородную природную можно сказать популяцию начинаем ее кормить держать в сетках размножать но со временем за счет генетического дрейфа за счет имбридинга за счет этих терминов которые вы наверное помните со школы еще с 10 класса 11 за счет близкоростного скрещивания по-русски говоря у нас генетическое качество генетическое разнообразие и адаптивный потенциал со временем падает и эффективность становится снижается снижается вот как бы мы видим что это спад по сравнению с дикими природными популяциями подпись ушла под это самое единственное исключение это опять-таки норвежский лосось или лосось не знаю до сих пор как его правильно произносить все по-разному который выдает такую же свечку как выдавал на выдают все остальные виды наши привычные домашние культурные теперь несколько слов таких мог быть с более сложных про то что вы такое селекция и как как что какие они бывают они бывают очень разные значит но самое простое когда мы ничего не делаем этот инбридинг депрессион или генетический дрейф то есть как бы вот падение генетического разнообразия по поколениям здесь по этой шкале поколения это соответственно выход килограмм на 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 корт да значит дальше соответственно если у нас все хорошо это вот как бы природный пляс мы сохраняемся а дальше возникают разные варианты один вариант это вы бы то самое что вы делаете с бройлерами с другими вы создаете линии генетически однородные линии несколько разных поддерживать их внутри себя а для продукции это делается на неком хозяйстве которая как бы такой оригинатора как продает потом малька для продукции для товарного выращивания вы делаете гибридов между этими линиями и был такой это кстати есть такое понятие никто его не отменял гетерозис или превосходство гибридов когда у вас потомки гибридные гибридные формы они первом поколении дают резкое улучшение своих качествах скорости роста всего чего угодно за счет того что у вас кстати пропадают в любой линии накапливаются слабо вредные мутации переходит в гомозиготное состояние но в разных линиях накапливаются разные как только вы их сгибридизовали две линии у вас все плохие мутации становятся гетерозиготами обычно все плохие мутации это рецессивные то есть они проявляются только тогда когда оба от папы от мамы пришла вот эта копия такого вредного плохого гена аллеля этого гена а в гетерозиготах когда у вас один такой а другой хороший у вас это не проявляется таким образом у вас гибриды сразу вот соответственно у вас появляется эффективность гибридов сильно выше чем чем диких видов значит есть обычная селекция когда вы каждый раз с каждым поколением отбираете самых лучших самых приспособленных и их продавайте использовать и разводить но это то чего наши прапрапрапрадеды начинали заниматься с одомашиванием любого скота выбирали самого лучшего самого продуктивного самого вкусного и этого самого вкусного не съедали а соответственно оставляли на размножение чтобы от него получилось много вкусненьких детей ну и со временем добились того что они все стали вкусными значит дальше есть еще варианты селекции с использованием генетических методов потому что генетика пошла все таки не стоит на месте развивается там сначала двадцатого века довольно активно по по очень многим показателям и соответственно тут есть еще вот как бы примеры к наверху которые чтобы описать то есть есть селекция и одновременно вы получаете какие-то формы например на каждом поколении только для товара там триплоиды тетраплоиды вы делаете какую-то генетическую модификацию которая позволяет им например быть только самками или там действительно быть там более полиплоидными размножать вы и дальше не можете вы должны вырастить и дальше они реализовать как продукцию для того чтобы каждый год у вас были новые посадочные материалы у вас есть своя линии которые вы используете из которых и каждый раз на каждом поколении создаете вот эти вот генетические не это не есть генетически модифицированные потому что вы ничего не добавляете нового просто немножечко манипулируете тем геномом который имеется либо его количество 2 там увеличиваете либо меняете пол контролируете пол и так далее про генетически модифицированных я тоже два слова скажу в конце вот четыре основных критерия селекции в аквакультуре о чем мы говорим то есть это то что нам хотелось бы видеть в тех породах в тех видах которые мы разводим и сами кормим из своего кармана и своего кошелька в наших хозяйствах значит увеличение скорости роста увеличение повышения устойчивости к заболеваниям очень важная тема буду сегодня про нее говорить повышение эффективности усвоения корма это вот food conversion rate то что называется сколько того что мы его скармливаем в эту рыбу сколько идет в мясо сколько уходит в неизвестно что ну и повышение качества продукции следующим слоем как бы получается что и что дает каждое направление селекции по каждому из этих направлений увеличение скорости роста и повышение устойчивости оба приводит тому что у нас снижается вероятность массовых заболеваний пизоотии потому что чем быстрее просто растет рыба тем меньше вероятность он ее зацепит какая-то какая-то болезнь ну и чем она устойчивее тем то же самое соответственно меню будет более устойчивое значит повышение эффективности корма это экономия корма снижение расходов а также снижение как бы проблемы загрязнения среды потому что все что не съедено все что не перешло в массу рыбы пропадает проваливается сквозь сетки садков или уходит в канализацию или куда-то еще и зачастую достаточно негативно сказывается на окружающей среде иногда сказывается положительно потому что еще дополнительный прикорм там многим видом а как иногда это становится плохо это бывают проблемы значит повышение качества но это к повышению конкурентоспособности качество мы можем называть все что угодно тоже буду говорить там от света филе а его раз там прочность на разрыв на какие-то вот визуальные вкусовые качества жирность хранения там огромное количество разных критериев по которым это все оценивается оценивается и последний слой как бы что мы имеем в конце практически все что все 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 вот эти вот как бы ингредиенты сливается в большой котел который называется увеличение выхода продукции экономическая привлекательность а то что у нас как бы меньше заболеваний меньше загрязнений меньше загрязнений еще и способствует более так сказать нашему здоровому сель округа есть здоровому состоянию округающей среды мы меньше вредим там тем морям кат или тем озерам в которых все это разводится теперь несколько терминов которые я не предлагаю вам естественно запоминать на всю жизнь просто чтобы имели представление что это такое значит есть такое слово глаз его практически никто не переводит не пишет нет русской аббревиатуры значит это геном white association study или полногеномный поиск ассоциаций в чем идея в том что любой там любой живое существо она имеет в себе там наследственный материал там днк ядро и так далее и этот наследственный материал во многом не сто процентов отнюдь но во многом предопределяет что каким бы этот организм будет как вы все имеете тоже какую-то наследственность от своих родителей и во многом этим определяется кто вы есть ну невзирая на то что ваше образование тоже что-то говорит да но генетика никуда никто не отменял и когда мы говорим про рыбу то понятное дело что в общем как бы там образование университета для рыбы не очень важны а вот что какой генетический материал был в этой рыбе заложен вот он как бы является основным критерием предварительности и когда нам надо и задача вот этих геномных ассоциаций понять а вот какие гены какие участки генома мы зачастую могут не знать конкретные гены как коррелируют или ну в идеале какие гены определяют какие хорошие признаки дело в том что реальность такова что мы далеко не всегда это можем однозначно сказать знаком равенства вот это вот ген который отвечает за то что она вкусная вот этот ген за то что она красивая этот ген за то что она еще быстро растет и улыбается вот но берем различные выборки и смотрим вот это вот как бы на картинке находится manhattan плод потому что тут как бы тип это кстати небольшие домики небоскребы 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 это участки генома что как бы под для просто пример взятый с какого-то с какого-то исследования это хромосомы поскольку мы все знаем что нас гены в хромосомах мы более-менее про них что-то знаем каком порядке для многих видов они находятся и мы смотрим какие из участков генома это какие-то маркеры каждая точка да некие маркеры коррелируют просто коррелируют с тем признаком который нас интересует и если корреляция высокая и она выходит за статистически достоверный уровень вот он выскакивает виде такого вот пика мы какой-то признак который мы здесь изучали мы видим что вот на 19 хромосоме где-то в конце есть явный участок который лучше всего коррелирует с тем признаком который мы ищем но одновременно есть еще несколько признаков которые вносят свой вклад обычно не один ген определяет один признак этот признак определяется вкладом совокупным вкладом нескольких различных участков генома нескольких участков нескольких генов и второй термин который я хотел бы до вас донести это будет последний термин сегодняшний да это вот маркер асистот selection это то на чем работает сейчас вся селекционные про все селекционные программы там где включена генетика они являются старинным дедовским способом отбирать просто рыбу пузырнее делается следующим образом проводится сначала тот самый глаз который предыдущий слайд я надеюсь вы запомнили что это такое дженом white association study и берется первая выборка в которой вы изучаете ну почему тут нарисованы креветочки на самом деле скорее можно нарисовать что угодно там ну кроме человеков до рыбку коровок кур и так далее и вы анализируете различные как бы проявления этого признака и корреляцию с геномными 7 полученными ранее ассоциациями различных генетических маркеров иногда вы даже не знаете что это за маркера большинство чего знаете получаете некую корреляцию после чего вы ее предсказываете что этот признак неким целью равнением вот слова снип еще полезное слово а это на самом деле просто точечная мутация точный полиморфизм сингл нуклеотид полиморфизм до себя некий учи 1 1 буквально мы знаем что днк это некий набор генетически будем сказать books как текст нуклеотидов и мы все отличаемся именно друг от друга по вот этим вот спасни по по однонуклеотидным заменам мы вообще-то по друг от друга отличается там на какие-то там тысячные доли процента в общем примерно друг от друга но поскольку у нас этих нуклеотидов очень много то и замен между нами всеми очень много ну вот как бы вот эти вот снип и эти точные замены которые были там как бы пытаются сделать математическую модель как это коррелирует после чего проходит тестовая популяция и смотрится действительно ли эта модель работает с вот этими зверьками для этого вам надо кауду рыбу если вы хотите например так жирность филе от поднимать в своих породе то вам надо кауду эту рыбку вначале забить померить эту самую жирность филе потом вы берете вы слепую рыб и раскидывать их по вот этой формуле и проверяете действительно ли там состоял состав жиров в этом филе соответствует вот этой формуле что действительно вы раскидали хорошие плохие но рыбы у вас убита вы от нее потомство уже не получите то же самое вы сможете сделать и для устойчивости каким-то болезнями об этом сейчас буду говорить если вы их начали чем-то там каким-нибудь вирусом или или паразитом обработка как бы такой challenge экспериментов называется в стиле на заразили какими какой-нибудь болезнью вы смотрите кто-то кто-то вышел кто-то нет берете у них генетику смоете разницу но размножать в их уже не можете вы от них ничего не получите так вот вся прелесть вот этого марка российском селекция в том что вы дальнейшем уже вам не требуется не проверять жирность этого самого филе не устойчивость заболеванию вы уже заранее проверив найдя этим формулу и проверив эту формулу на тестовой популяции выборки вы можете предсказать что будет и дальше вы уже прямо получаете большие как бы она всегда у нас получается большое потомство разных семей скрещивание по разным семьям там как угодно и вы по генетике определяете тех которые у вас наиболее перспективные вы уже знаете что будет дальше их уже размножаете и продолжаете вот этот цикл генерации несколько от них получать опять потомство опять через маркер сисан selection проводите через отбор и практика показывает что такая селекция ускоряется в примерно в 10 раз то есть вам надо 10 поколений каждый раз так отбирать здесь вы можете это ускорить в практически на порядок что мы и видим вот по вот этому самому по кривой продуктивности лосося который там по скорости обогнал несчастных кур так ну и дальше несколько примеров начну во первых про геномик селек вот это называется геномная селекция селекция не просто традиционная а вот с использованием генетических методов статья семнадцатого года я опять таки так сказать скорее буду переводить чем это самое но мы видим что основные работы это там по атлантическому лосося немножко по фрадовной форели и по нескольким другим видам там по киеве чем кипа которые выращиваются в клетках тоже начинают работать но это как бы разные методы которые я сейчас не буду вдаваться в подробности их объяснять иначе я точно во всех усыплю примеры того что точно чем сейчас работает и что происходит например если мы посмотрим будет слайд продуктив продукцию атлантического лосося по норвегии по всем этим мировым то мы видим что маленький спад происходит там последние полтора года почему потому что развилась со страшной силы стала бичом вот это вот морская вофта лососёвая вофта называемая который заголовок плакаю то есть чума паразитической этой самой морской вши уничтожает мировые запасы лососи она кстати всказывается и на сахалине и где угодно и и это вполне себе когда рыбаки говорят что у нас там скучу всяких язв и так далее приходит там горбуши например взбираются смотрят зачастую та самая лоскиная вошь значит потери аквакультурного сектора на минуточку один миллиард долларов то есть в общем как бы по моему сравним с бюджетом даже не знаю чего только за счет вот для для этого самого для аквакультуры вот это морская вошь как бы и и эти самые и дальше возникает вопрос а что с ней делать один способ это вы травите инсектицидами как бы против членистоногих она это не насекомые это ракообразная травите свои клетки но совсем без вредных ядов не бывает и каким-то образом все это остается в клетках плюс убивается вся членистоногая фауна зачастую как бы во всех этих фьордов которых вывод эти ракообразные попадаются вот эти вот прозитические ракообразные они имеют плантонную личинку поэтому они размножаются от сетки в сетки они от действительно чума такая чума как это самое прошла по по норвегии и действительно как бы стала плохо значит второй момент там чуть ли не вылавливают губанов какими-то антонными запускают эти клетки потому что губаны зачастую могут поесть этих самых с морских шей с поверхности лосося третий вариант а посмотреть а если какая-то природная устойчивость у лосося к вот этому паразиту потому что нас ко всем как бы мы все мы и рыба и люди и беспозвоночные имеют иммунную систему имеют какую-то устойчивость к тем мы все встречаемся с паразитами заболеваниями и у нас у всех есть свои способы защиты могут процессе выведения в этот в лосося и создание вот этих очень скучных стад лосось потерял какую-то компоненту вот этой вот устойчивости к лосося и вот поэтому соответственно селективные стали смотреть как это происходит для этого делается но такой стандартный эксперимент который вы берете сколько-то там десятка полтора разных максимально разных лососей или там любую других с карпами когда мы делали в проекте линии скрещивать их друг с другом всех подряд со всеми потому что благо у самца и у самки там икры и спермы хватает чтобы сделать много разных этих сам получаете называемые семьи которые вы выращиваете по отдельности вот потомок кады самца с кады самка а потом изучаете устойчивость но какой-то тот признак который вы хотите узнать например устойчивость морской пши и дальше вы можете оценить вклад каждого самца и каждой самки в генетическую составляющей вот этих вот этих семей сказать как эти как эти дети вот этой пары конкретно если они не зарываются морской пши или зарывается гораздо слабее например там сколько это семей и мы видим что они все потомки там одного папы значит какой-то супер папа который супер устойчив к этой пши и передал вот эти самые гены и тогда мы за этого папа беремся и получаем от него уже его со страстной силы размножаем сначала смотрим в генетику смотрим а чем он отличается таким зачастую мы понять не можем по генетике но папу используем за счет вот такого вот генетического подхода значит видим что действительно ползара по заразонностью это у нас по разные семьи на 7 дней после инфицирования и там 17 17 а она выскочила 17 дней после инфекции в общем идти и те же самые семьи оказывают такую такую же изменчивость они достаточно хорошо друг от друга отличаются значит дальше идет генетический анализ то самый квас потом идет масс маркер assistant selection и после этого выводятся те породы которые а те линии которые будут устойчивы к этой морской пши значит еще пример соответственно такая же была болячка это на амебная болезнь заболевания у лососей же по амебами на забрах опять-таки мы видим что очень небольшое количество маркеров которые превышают статистический уровень но они есть и по ним мы можем вести отбор некоторые под близки к физическому уровню это зависит еще от размера выборки потому что на геномных исследованиях большую выборку мы обычно не можно себе позволить это все-таки пока еще дороговато исследование но соответственно мы можем дальше уже взяться вот эти маркеры попробовать их вывести что всякие промышленные работы и делают значит дальше следующий момент ну кроме того что мы хотим чтобы эта рыба дожила и мы ее продали а теперь дальше вступает в игру покупатель который крутит носом и говорит это бифили нам слишком недостаточно красные а это какими-то темными пятнами а у этого что-то еще это просто как бы разваливается в руках под это дело вот норвежская компания которые занимаются геномной селекцией по другим видам тоже как бы сейчас все происходит идет постоянной ежегодная работа по селекции тех признаков которые которые предпочитает потребитель это и цвет филе это и твердость и влажность и хранение филе и так и внешний вид ну как бы специально есть эти самые датчики цветов который каждый раз оценивается вот как так вот все происходит значит дальше вот можно посмотреть что да действительно полиморфизм то есть генетическая разнородность между разными имеется и по составу жира и там по по всяким другим сила разрыва филе на так крепкость филе на разрыв грубо говоря тут мол измеряется там количество 5 черных пятен меланина которые в общем отталкивающе выглядит как будто бы это некий гнилость на самом деле это просто вот такое вот родимое пятно прямо на 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 филе с этим тоже как бы можно смотреть его но и вот как бы этот пример опять те же самые видите сара и дамс то есть это как бы самцы и самки так называют как как в коневодстве по-английски соответственно мы видим генетическую составляющую что разные самцы и разные самки вносит совершенно как бы среднее по по их семьям очень сильно отличается есть тот генетический материал с которым можно работать с которым можно употреблять и действительно употребляют для дальнейшей селекции не вслепую а по генетическим маркерам значит но и последнее как бы что вот этот поиск маркеров для новых видов там не только для лосося у нас по всем видам сейчас начинается не у нас в мире и возникают такие спин-офф это маленькие компании в сан-андрес университете когда-то было университет в шотландии который активно занимался аквакультурой сейчас они сделали свои частные компании просто говорят вы нам пришлите вот у вас есть задача найти какой-то геномные маркеры для какой-то конкретного признака вы сами вот разберите себе эти признак пришлите мне пришлите нам наиболее устойчивые там наиболее неустойчивыми более там красивые некрасивые а мы вам сами наберем все маркерные селекции сделаем всю систему чтобы вы могли потом их тестировать или прислать нам и мы будем тестировать вот такие компании активно появляются вот селектор одна из первых которая возникла в мире она как бы не занимать сама аквакультурой она занимается именно научным сопровождением стиле геномной селекции вот как бы их примеры как с чем они работают как бы как это все происходит не буду вдаваться в подробности начинается с рад секвенирования которые такой нормальные геномные маркеры начну и европейские комиссии активно вводит тоже делать такую кооперацию между странами на предмет поднятия европейской аквакультуры на о с использованием современных методов селекции и соответственно для для шести главных видов рыб например это проект который сейчас на самом на данный момент идет там стран институтов 20 полном европе но на поскольку мы уже не совсем европа последнее время раньше мы участвовали европейской европейских проектах сейчас вы нас особенно не зовут туда по многим причинам так ну и все наверное слышали про геномодифицированного лосося про вот это вот пугало американское пугало которое сейчас все всех забьет и всех вытеснит на самом деле это действительно некая интересная вещь которая которая возникла возникла лет 30 назад не то чтобы это было сильно вы на самом деле в россии у нас активно было и продолжала и продолжается вам до сих пор всякие вот попытки геномодифицированных рыб вывести чтобы они были с гормоном роста с чем-то еще вот в в неприхи такие карпы я помню были по моему еще живы до сих пор не уверен но проблема в том что к геномодифицированным а геном и не путайте селекцию геномодифицированные геномодифицированные организм это те в которых есть что-то взятое не от этого вида какой-то генетический материал не от какого-то другого вида ставили какой-то участок гена другого на самом деле это некая такая вещь очень тонкая потому что на самом деле у нас есть там гибриды межвидовые например они что геномодифицированы или нет потому что у нас половина генов от одного вида половина другого по идее это формальные оттого геномодифицированные но это все-таки считается гибриды а вот когда мы берем вот американцы взяли всего-навсего в но в лососе известно там 40 тысяч генов они добавили всего один дополнительный ген от кивыча гормон роста и соответственно промотор то есть участок который определяет как этот ген будет работать взяли еще от по моему зубатки какой-то американской вставили отсюда и оказалось что зверюга теперь не требуется зим зимовья она растет как бы и летом и зимой она вырастает если нормальная лосось вырастает за три года это раз вырастает до того же товарного размера за 18 месяцев а значит съедает и корма в два раза меньше потому что соответственно ну вот как бы получилось вот такой вот лосось геномодифицированный лосось и дальше они это сделали лет 30 назад начиная там получили уже хорошие результаты 20 лет назад и 20 лет подряд до прошлого года бились получением разрешения хоть позволить им где-нибудь его выращивать потому что геномодифицированным растениям и все привыкли вся америка китай казахстан все покрыты там геномодифицированными растениями выращиваются они более продуктивные и в общем то на самом деле как генетик могу сказать что я не вижу никакого потенциального вреда там для организма человека это спорный вопрос то есть он не спорный он как бы это про вопрос веры я бы сказал да но по идее как бы от того что у вас вы съели ген или белок азгена вашего лосося от этого все равно что вы взяли еще немножечко добавили кивыча вашу котлету к эту самую филе кивыча в котлету с лосося например да то же самое но не суть а и промоут разубатки но это тоже не очень вредная вещь наверное но не важно в общем к тому почему это все еще вот таком состоянии потому что до сих пор вот они получили прошлом году это была большая помпа разрешение выращивать его и продавать в канаде в америке пока еще не в американской команде не получила разрешение продать и почему это все останавливается потому что доказать что ты не верблюд и доказать что это будет безвредно довольно трудно а на самом деле вот основной вред который возникнет что если вот эта зверюга сбежит и начнет гибридизоваться с диким лососем тут неизвестно что произойдет поэтому они правда делают там сто процентов самок от реплоидов и так далее но мы прекрасно знаем что даже чисто самочные линии которые от логического лосося у нас выращиваются на мурмане некоторые из них в оказывается там маленьком проценте самцами но это как бы то есть она не сто процентов себя гарантированно то есть гибридизация в принципе возможно вот если эта штука будет гибридизоваться с местными стадами могут оказаться что местные виды местные популяции будут под угрозой а второе чтобы ввести его на рынок вот оценка вот такая что надо 13 лет это для любого даже для растений для лосось это гораздо больше и примерно 130 миллионов долларов далеко не всякая маленькая компания можно себе позволить найти 130 миллионов долларов только на топу не на создание этого кросса и новой линии а только на получение бумажек разрешения это как бы поэтому пока вот нас с этим лососем из генномодифицированных плюс я хочу вам напомнить что в россии действует запрет на все гмо любое растение животных и мы ничего не можем с этим пока сделать с большим трудом получили только использовал разрешение на использование генномодифицированных клеток для терапии человека для лекарственных для терапевтических свойств для рыбы для кур свиней и прочее у нас пока гмо в принципе нету и не существу не не нелегально только в экспериментальных условиях так да ну вот еще один слайд про этого самого aqua aqua vantage я не могу произвести это слово честно говоря сколько не пытался aqua advantage наверное так вот он произносится aqua bounty эта фирма которая aqua bounty technology та фирма которая его придумала я стала так сильно как бы информационным поводом по всему миру а теперь поскольку мне осталось еще примерно 78 минут расскажу про то чего мы делаем по то чего как бы мы пытаемся тоже в этом в этом направлении идти о чем как бы мы чем мы работаем совсем немножко другой стороны да лосось получается у нас вид который в доминирует в мире в россии его пытаются выращивать пытаются выращивать где на мурмане в заливах получается не очень не очень успешно потому что все таки это самый конец теплого течения это не не оптимальные условия для него мы знаем что у них были большие проблемы в этих культурных хозяйствах с болезнями то ли в этом году по моему вообще нет закрыли в этом на какое-то время из-за болезней все садки мог быть я ошибаюсь но вроде как последние новости были такие вот что мы но при этом есть же огромное количество пресноводных водоемов по россии и возникла идея давайте мы посмотрим что у нас есть пресноводный наш лосось тот же самый салма салар он только живет в пресной воде не выходит в море может в это не требует смолтификации не требует не как бы дорастает плавозрел это вот популяция лосося в озере ладога возле ваневском озере еще маленькие популяции есть в верховьях рек а давайте посмотрим на геномном уровне чем он отличается от морского это не рыбохозяйственная наука для этого никакой никто конечно не даст никаких денег из росрыболовства это но никто нам не запрещает смотреть в эту сторону и спали и заниматься и фундаментальной наукой толпы писать гранты если везет повезет получать гранты и тут как бы работа сделана на 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 грантовые деньги на фоно давайте посмотрим по геномы мы сделали отсеквенировали геномы и точнее даже экзомы белокодирующие участки геномов нескольких популяций беломорских несколько популяций оневских ладовских и потом еще дополнительно взяли балтийскую популяцию ну и вот как бы это ним не буду вдаваться в никакие подробности потому что это все много но как бы вот этого образцы которые были отсеквенированы по несколько образцов каждого получилось примерно 822 миллиона чтение количество маркеров у нас 5190 который мы нашли маркер это то тетенок для однонуклеотидные полиморфизмы которые которые вот отличают рыб друг от друга да и примерно 500 генов мы стали анализировать которые имеют мутации не синонимичные мутации ns мутации это мутации которые меняют структуру белка если мутация произошла белок не изменился то скорее всего функциональная эта мутация никак не значит а если аминокислота поменялась есть большой шанс что что-то что этот белок как-то работает немножко по-другому поэтому она представляет интерес начну этого длинные списки генов которые мутации генов которых они находятся с каждому мутации на приходилось находить как в каком гене он находится какая его функция вот например там я не знаю вот золотенький выделена ген мутация на хромосоме там а первая такая-то позиция но это просто это таблицы огромные я просто кусочек привел ну и соответственно дальше смотрим что да это ген который участвует в метаболизме пуринов нуклеотидов ксантина оксидаза имеется какая-то своя про него информация что он может делать и так далее но не будем даваться значит и когда мы раскидали по вот эти вот все мутации между собой мы видим прекрасно что да у нас об отваливается пресноводной популяции одно озеро другого к моему большому удивлению был уверен что ладога и онега соединяются речка и они будут одно и то же ничего подобного они оба отваливаются очень хорошо наша одна из популяций пресноводных которые верхове реки кеми оказалась такая же как морская вот потом но тут нету балтийскими первый первый раз мы не взяли балтийскую популяцию не было возможности а и ладожский и онегский лосось это все-таки они имеют происходение балтийской балтийского лосося вот и дальше происходит проводится анализ какие же гены представлены по функционально обогащены вот в тех мутациях которые мы видим в озерных лососях чем не в озерных лососях ну и соответственно видим что это вот гена вот выделена цветом и гена определяющие ответ на гормоны то есть от созревания до гены участвующие в иммунной системе гены определяющие опять-таки ранний ответ на эстроген то есть опять-таки вся вот эта гормональная ось которая отвечает гены включающие метаболизм жиров и либо протеинов отдельно как бы это разные классы гена 2 мы аннотации генов есть такие огромные информационные данные которые не буду не буду вас это самое их имя грузить они такая классическая биоинформатика современная в одно это как бы статья которую прислали буквально вчера мне коллеги они смотрели на паразитов заканчиваю это вы у них получилось что раз в день они взяли они делали с не памяток у них два озера отваливается хорошо ладога и нега от морских популяций вот и когда мы и это как бы схема по микростолитам сделанная генетическое разнообразие вообще лосось по берегу и мы видим что наши беломорские они максимально самые полиморты все генетическое разнообразие с которым мы можем брать и но вот и содержится вот в этих вот популяциях так вот предпоследний слайд что у нас есть мы видим ген генетику вот этих пресноводного лосося который растет плохо он растет медленнее он гораздо меньше по размерам чем атлантический лосось в море даже бедник какой не селекционный а просто обычный но ему не требуется вот эти вот относительно теплой морской воды норвегия он выращивается 9 до 14 градусов у нас этой температуры так далеко не всегда выдерживается на скользком заливе например да озер огромное количество значит если вы посмотрите карту карелия она больше синяя чем зеленая значит там сейчас выращивается какое-то количество форели силе но вся эта форель как впрочем и лосось это все ну не все 95 процентов это молоть искупленных у финна у норвегов у поляков у канадцев посадочного материала у нас на данный момент почти не очень мало своей селекционных центров используется для как бы для товарного рыбоводства все это импортный материал почему у нас есть свои там ропша есть есть адлерское хозяйство но когда оттуда берут карельские форелеводы спрашив почему не берут оттуда но она растет сильно хуже она гораздо более гидрогенны и вообще с ней рак гораздо сложнее работать то есть не окупается просто хотела и дешевле то есть нам необходимо свои селекционные центры свои продакционные центры в культуре об этом будет наверное говорить ирина виленова была ченка про культуру сейчас наконец-то строится первый селекционный центр на госросрыба этим самым глав рыбодом на выкском заводе я очень надеюсь что из этого года два или три строится но соответственно он когда-нибудь достроится и там будет все по уму с лососем у нас пока ничего нет и вот последняя как бы последним слайдом делюсь как бы сокровенно чтобы хотелось бы зачем мы вообще влезли вот в это вот исследование ген генов пресноводного лосося потому что смотрите если возникла такая вот идея то вот мои карельские коллеги и вот оттуда также обозвали а что если мы возьмем и скрестим сначала скрестим карельского пресноводного лосося оневского с хорошим уже отобранным товарным лососем морским а потом приведем вот ту самую генную селекцию мы все маркеры мы все гены знаем какие там нужны чтобы у нас были гены позволяющему хорошо расти не требовать мультификации не требовать морской воды в пресноводной системе а все скорости роста и все там замечательные его товарные качества потребительские которые мы все покупаем магазине возьмем от того и вот этой геномной селекции вытащим вот это то чего по видим никогда не будет но мечтать об этом почему бы и не мечтать все на этом я заканчиваю спасибо за внимание